Сегодня я бы хотела показать, в преддверии Нового года, как можно изготовить новогоднюю открытку. Для этого нам понадобится плотная бумага, либо картон, клей, ножницы, фигурные дыроколы, стемпельная подушка и некоторый декор. О нем чуть-чуть подробнее позже. Для основы я подобрала вот такой картон серебристого цвета. Для того, чтобы изначально эта бумага выглядит вот таким вот образом, чтобы ее согнуть пополам и получить ровный край, нужно обработать вот этот сгиб инструментом для беговки. Я использую обычную спицу для вязания. То есть продавливаем вот этот вот наш сгиб, сворачиваем и получается у нас тогда край аккуратный. Для изготовления открытки я использую, не всегда, но скетч – это уже как бы готовый шаблон открыточки, который позволяет правильно разместить уже элементы. То есть мы на образце видим, как примерно будет выглядеть наша открытка. То есть вот такой вот скетч будем использовать. На скетче видно, что используется еще фон. Не только как бы основа, но и фон. Значит, для фона можно использовать любую скраб-бумагу. Она продается сейчас в любом либо интернет-магазине, либо в магазине для творчества. Ну, я делаю проще. То есть я нахожу понравившийся мне фон в интернете, распечатываю его на цветном принтере. То есть вот он готов, тот, который мне нужен. Чтобы край тоже был какой-то интересный, можно обработать его фигурными ножницами. Вот на отдельной бумажке я покажу, как это происходит. Вот таким вот образом формируем красивый волнистый край. Так, пока приклеивать ничего не будем. То есть набираем нашу открыточку. Дальше осталось ее задекорировать. Для декора мы будем использовать ленты. Потом вот такая вот кружевная лента. При помощи вот такого фигурного дырокола мы получим вот такие вот красивые веточки новогодние. Ну, попробуем теперь как-то все это сложить. Вот, собственно, открытка готова. Осталось только все детали приклеить. КОНЕЦ! 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 Ну вот, собственно, открытка готова. Любой сможет сделать такую работу своими руками, и такой подарок, я думаю, будет всегда приятен. Мое увлечение открытками появилось с 2011 года. За это время я использовала много разных техник, в том числе квилинг, изонить, декупаж. То есть все это можно также применять в открытках и вышивку. Но вот больше всего мне понравился метод скраббукинг. То есть в данном случае представленные открытки, это как раз-таки исполнены в этой технике. Даже на открытках видно, сколько разных элементов декора используется. То есть сейчас магазины просто пестрят этими товарами, поэтому я с большим удовольствием всегда посещаю эти магазины. Всегда обязательно что-нибудь покупаю новенькое, и возникает новая идея что-то создать. Актуальными являются конверты. То есть в этот конвертик вы можете положить как сертификат, так и деньги, и подарить. То есть просто деньги дарить как-то банально, а когда это уже в конвертике, тем более сделано своими руками, я думаю, это будет хороший подарок.